привет друзья надеюсь что меня хорошо видно и слышно у меня сломалась камера представляете на который я записывала не включается и в общем это видео записываю на телефон поэтому посмотрим что будет со звуком картинка вроде ничего со звуком будет ясно уже потом сегодня мы будем делать с вами обзор пастельных карандашиков самых основных я расскажу про те которыми я пользуюсь их будет не очень много самые самые такие известные базовые и популярные я думаю что это будет многим интересно здесь у меня в наборах лежат все карандаши в перемешку основные марки которые мы будем сегодня рассматривать я вот сюда и отложила отдельно постаралась примерно вот в какой-то теплой гамме их подобрать так но давайте начнем сначала по порядку про каждый карандаш я буду отдельно вам рассказывать и мы будем их заодно немножечко тестить и смотреть в чем вообще есть разница 1 1 наш лот карандаш это всем известные карандашики faber castell с пометочкой pit это пастельные карандаши самые наверно дни самых популярных известных их можно купить практически везде это немецкая компания она производит все что угодно карандаши ручки много канцелярии и прочего много много лет они уже трудятся и у них вот такие есть пастельные карандаши по свойствам да чем они хороши они довольно твердые они скажем так пигментированы также faber заявляют что у них мало масла или восковых составляющих самом карандаше что это чистый такой пигмент и действительно их не назвать такими мягенькими масляными будут у нас и такие дальше но они наносятся довольно легко удобно делать яркие четкие детали неплохие белые черные карандаши потому что они тоже до имеют большое значение черный довольно неплохой и нельзя сказать что очень-очень так мягко сыпучие они рисуют они скорее оставляют вот такую довольно четкую линию тонкую даже независимо от того видеть у меня карандаш особо никак не заточен он такой толстенький и все равно можно создать какие-то тонкие линии это одно из их преимуществ служит они за счет этого очень долго вот этому карандашу например да именно этому уже может быть лет пять наверное или что-то вроде того у меня их также довольно много какие-то я докупаю у них немножечко меняется вот эта деревянная обладка чуть-чуть меняется где-то дизайн что-то по-другому они пишут но все примерно то же самое остается вот желтый недавно докупала тоже неплохой цвет но мне кажется они самая такая сильная пигментация но такой средний классический вариант и очень доступный в то же время будем сюда откладывать те про которые мы поговорили следующий карандашик это конта конта вот такие французские карандаши они у меня их несколько разные у них немножечко дизайн там какие-то были постарше какие-то помоложе по моему раньше у них была эта полоска сейчас ее нету они по моему сейчас вот так выглядят что про не хочется сказать помимо того что они очень приятные потому что толстенькие за счет этого в механической точилки хуже туда вылезают если она с таким классическим диаметром у вас и они очень очень мягенькие они прям такие сыпучие такие мягкие мягкие разница очень большая когда вы их наносите они прям как меловые такие нежные но в то же время достаточно яркие много пигмента это все равно что faber наш первый он стал бы более сыпучим вот наверное такая история если бы он был не более тверденьким а более сыпучим и мягким поэтому для четких линий лучше их затачивать но здорово для рисования чего-то пушистого пушистой той же шерсти например или мягких переходов когда вы смешиваете два цвета вместе тоже это здорово работает следующие карандаши это у нас скрета color давайте что сделаем давайте я возьму какой-нибудь светлый карандаш просто на всякий случай до чтобы мы не потерялись подпишу это у нас крета color австрийские карандашики они тоже довольно популярны интересные по оттеночкам бывают тоже компания очень много всего интересного делает много-много и летом с конца 19 века правильно я говорю да вроде да если 1889 это конец 19 века с этим проблемы ну так что про них до сказать из-за минусов мне не очень нравится вот такая их облаточка потому что они всегда пачкаются именно сама древесина и тут неважно какие цвета вы берете она как-то повреждается со временем но здорово что сами оттеночки неплохие мне очень нравятся разные светлые некрасивые разные серые бежевые представлены они похожи чем-то на конте но чуть-чуть как будто бы не такие сыпучие все равно что взять конте и к нему добавить чуть-чуть фабора и тогда получатся вот такие крета color но они конечно от оттеночка тоже зависят например вот тот же красный он действительно яркий а вот такой розовый он более все-таки сдержанный сдержанная имею ввиду по нанесению то есть нужно чуть чуть больше скажем так надавливать на карандаш чтобы получился пигмент в отличие от того же конте для тонкой линии затачивать их нужно опять же из-за вот этой мягкости но для каких-то перемешивания именно если работаете тотально с карандашами без пастели это хороший вариант так давайте подпишем закрыта color у нас и у них еще и классные и черные разные белые карандаши тоже можно их брать очень интересные и пойдем дальше дальше у нас будет брюнзил который вот у меня относительно недавно раньше я и не знала про них потом взяла набор успела по приятной цене нельзя сейчас конечно безумно стоит брюнзил прям вот ужас в красном карандаше тоже очень дорого не стоит они похожи на контент чем-то даже сейчас я по ощущениям попробую они мягкие не настолько сыпучие как он то и по ощущениям легче наносится чем крыта color и они как бы так вот поярче на самом деле вот это поярче ко всем и карандашам относятся у меня в наборе даже вот такого плана были зеленые совершенно яркие безумные по оттенку но при смешении неплохо работает пигмента действительно много он яркий и работать приятно прям получаешь такое наслаждение от карандашей когда работаешь потому что ну прям наносится тактильно очень здорово то есть ваше ощущение когда вы проводите по бумаге очень приятное а что еще хочется сказать красивая упаковка вот у них они здорово все таки сделали дерево то есть она покрыта чем-то вот этот светлый слой и приятно рисовать смотреть на них приятно мне они нравятся сам бренда брензил он из нидерландов но считается что вот эта серия дизайн она же называется сакура и это уже японский бренд сакура поэтому на упаковке самой брензила там написано брензил написано дизайн вот это направление и отметочка сакура там белая сакура на красном фоне поэтому я так предполагаю что это какая-то коллаборация возможно я до сих пор не разобралась в этом вопросе потому что кто-то пишет что вот это брензила кто-то прямо пишет что это сакура что это карандашики сакура итак это у нас брензил битья две буковки у вместе но запомнить можно у меня получилось правда не сразу далее далее это бренд карандаш который витя пишется карандач это нашу ведь саре карандаши действительно классное сейчас стоит как крыло самолета да как говорится и они мягкие то есть если вот эти все все верхние они как бы без вот этого жирного масляного слоя то их отличие от всех остальных что они как бы сухие и то есть это до сухая посты но все равно они как будто более жирненькие такие в сторону чуть-чуть напоминает сейчас посмотрю если где-то у меня рядом вот похоже на дженералс по яркости я говорю конечно это странное сравнение до дженералс это угольный американский карандаш белый уголь и он действительно очень яркий самый яркий белый так вот бренда карандаш если вы берете белый он как бы не хуже он чуть-чуть другой из за того чтобы более масляный но все равно очень яркий четкая линия и тоже есть плюс для ленивых но сейчас про это поговорим ведь у меня сюда все они влезают наносится прям жирненько то есть он тоже будет как бы растушевывается также как и другие ребята но все равно он ярче более укрывистый цвет более плотный а в про лайфхак для ленивых кто не любит точить карандаши можно хотя бы просто деревянную часть срезать деревянную облаточку и все равно карандаши будут рисовать довольно тонко за счет именно вот самой концентрации вот этой начинки пигменты вот этого яркого мягкого масляного такого прям его там много вот такое ощущение поэтому любая сторона карандаша будет давать вам тонкую линию и это очень очень здорово сейчас по моему там рублей за 300 вот один такой стоит раньше они стоили поменьше так это у нас корана я напишу слитно да вы не против в общем хороший он конечно и прям какой-то они можно сказать особенные они отличаются от всех прочих карандашей потому что остальные плюс-минус это одно и то же здесь история все-таки другая ведь у нас все в такой гамме получается теплый должно быть красиво так это известные до derwent карандаши кстати очень хороший терракотовый оттеночек derwent есть практически везде они очень часто продаются и по отдельности и не по отдельности это английская компания английский бренд они много-много тоже всего интересного производят всякие точилочки у них тоже неплохие и для растушевки и прочее опять же наши карандаши давайте тогда сделаем здесь потом вот это тоже здесь чтобы не было одиноко одному стабила которые остались они наносятся также мягенько не могу сказать что они все супер пигментированный светлые оттенки белые это может быть не самые яркие но с цветными неплохо у них не такая все-таки укрыли стысть как у брюнзила на мой взгляд да или как у конты то есть это все равно что фабор но чуть более мягкие вот наверное так можно сказать но это прям вот такая классика да то есть иногда я даже не покупаю потому что уже столько много было они как-то надоедают но прям отличный такой базовый формат давайте подпишем что это тервент надеюсь понятно что это да и пишу потом потом наши заключительные это вот такие стабила взяла я правда здесь ведь ничего не понятно на сером покажу вот вот такие стабила карандаши я по-моему же как-то вам говорила меня напрягала вот это серая их часть окончания потому что смотришь на них и непонятно что это за цвет потом я как-то привыкла все-таки уставила тоже долгая такая история очень популярный бренд много у них различные продукции и что еще про них можно сказать про сами карандашики очень мягенькие прям нежные такие нежные нежные вы знаете все они примерно похожими эпитетами отчасти до кроме карандаш можно описать но все равно когда наносишь сам вот своими руками чувствуешь что разница есть и понимаешь где где какая разница они более например такие нежные более мягкие чем creta color может быть они чем-то вот с конты похоже но наносится более нежно у конты такое ощущение что сам вот этот помол пигмент карандаша он более знаете такой зернистый что ли вот как бывает пастель ручной работы которая более такая с крупицами внутри вот такая же история наверное уставила а вот этот вот помол самого пигмента внутри карандаш к здесь он очень мягкий очень нежный вы за счет этого такое ощущение приятное и достигается вот по типу наверное как у бронзил но на мой взгляд у бронзила более такие сочные оттенки как будто бы больше цвета здесь прям такие нежные нежные к понятное светлый еще оттенок вот они кстати очень классные вот такого плана разные розовые где-то у меня сейчас если на еще были желтым и вообще супер классные карандаши разные серые то есть я вот их почему-то серую линеечку вот такую брала это тоже видите поэтому окончании чтобы получить тонкую линию нужно затачивать либо даже не пытаться это сделать для другой карандаш для чего-то белого ли светлого поэтому каждый набор по отдельности он не должен у вас заменять все нужды например у вас может быть светлые карандаши в одних оттенках темные в других либо просто базовый набор которому вы покупаете парочку ярких белых и парочку пигментированных черных вот если по такому минимуму я вот именно так это вижу мы подписываем с вами что это ставило много карандашей конечно я не осветила потому что не все цветные у меня есть здесь дома можно также про лиру сказать можно и про наши отечественные карандашики сказать но они будут все равно хуже по качеству там те же санет и так далее я не пробовала ван гога еще какие-то я не пробовала но вот и самого основного поэтому мы с вами пробежались я вам рассказала и давайте подведем такой итог да то есть любой из этих наборов он может быть у вас как базовый наверное даже так скажу может быть кроме кроме карандаш какой-то вот из этих марок можно взять базовый набор если доступен derwent вот можно взять derwent например к нему подкупить парочку каких-то ярких и взять вот все на самом деле марки карандашиков которые вы видите по отдельности взять один-два карандаша попробовать потому что пока вот вы сами не попробуете вы не сможете их применить именно так как нужно вам так как вам хочется рисовать да потому что все равно у всех есть свои какие-то приятные мелочи приемы и так далее так ну что мне кажется видео наше будем завершать надеюсь что это было полезно обязательно напишите в комментариях чем пользуетесь вы какими карандашами дам пробовали вы из этих какие-то либо например можете мне посоветовать какими еще мне воспользоваться что купить спасибо большое за внимание друзья в новом видео мы с вами увидимся и всем пока